Эти новогодние праздники оказались знаковыми для нескольких узников Болотной. Для тех, кому посчастливилось отмечать их дома, а не в СИЗО. Одним из них оказался Дмитрий Рукавишников. В новом году, в первую очередь, он решил встретиться с людьми, переживавшими за него и следившими за его судьбой. Первый вопрос собравшихся – что там с туалетами, почему нынче за них сажают? Как мне говорил следователь, когда эту кабинку передвигаешь по асфальту, металлические заклепки, которые на ней имеются, они вырывают пластмассу, и, соответственно, кабинка приходит в полную негодность. Нет асфальт, и она исчезает уже. При этом нет, не было. Я, поскольку с экспертизами делом, я еще не успел ознакомиться. У меня должна была только начаться знакомка. Экспертизы все я читал, которые в деле присутствуют. Ни одной экспертизы по конкретно этим кабинкам нету. Никаких актов уничтожения, их там, списания нету. Есть большое произведение, что эти кабинки где-нибудь по-прежнему стоят. Были и бытовые вопросы – как кормили, каковы условия содержания в СИЗО. Но в конечном счете все разговоры свелись к темам политическим – как жить в стране, где за свои убеждения можно реально сесть. А законодательство под спорь и для этого. Сама статья 212, она достаточно сама по себе противоправная, потому что она предусматривает сама по себе уже дровяное наказание. То есть по основному составу. Все, что там перечисляется, то есть там написано «участие в массовых беспорядках путем совершения насилия по отношению к представителям власти, 318-й статье, уничтожение имущества, 167-я, поджоги, погромы». Ну, то есть все это отмечено отдельными статьями в ЛУКА, да, каждый из этих подпунктов. А массовые беспорядки при этом также в том же самом ЛУКА подозреваются как отягчающее обстоятельство при унизении приговора. Все время, что Дмитрий рассказывал историю своего заключения, рядом молча сидел вот этот молодой человек. Илья, конечно, не политический узник, но за свои убеждения уже отсидел. Молодой человек подрался с парнями, которых застал с начертанием с хвастики на могиле одного из советских солдат. «Действия произошли изначально от потерпевшего. Он воспользовался газовым баллончиком, на что я ответил ударным в лицо, после чего он убежал. Через 4 дня за мной приехали на работу. Я его увидел первый день, ну, в первый раз после того, как его ударил. Мне показалось, что его переехала машина на самом деле, а не я его один раз ударил в леса. Он оказался потерпевший еще несовершеннолетним, что тоже, как бы, в дежуре, да, отречающие обстоятельства». Процесс был стремительным, а наказание – показательным. «Проходит месяц, ждем, как бы, мирового суда, все нормально, как бы, следователи говорят, все нормально, все говорят, все нормально, участковые говорят, все нормально. Через месяц приезжает в центр противодействия экстрементов четвером, они на мой взбирают меня, привозят в Ленинское отделение полиции, где уже потерпевшие дают совершенно другие показания. У меня на обыске дома нашли ракетницу. Обычную ракетницу, не пистолет, а пусковое устройство, сигнал охотника, который там на празднике пускать там фейерверк и так далее. И он говорит, что я стрелял в него из этой ракетницы, бил я его не кулаком, а кастетом». Итог – год и семь месяцев в колонии. Такого жесткого наказания от судьи не ожидал никто. Но сейчас все это позади оба бывших узника на воле. Тем интереснее им наблюдать за перипетиями другого процесса над золотым мальчиком Мамо Феррояном, которого судят не за посягательство на сохранность биотуалетов, а на здоровье полицейского при исполнении служебных обязанностей. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.